Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал, коротко, а не коротком. С вами, как всегда, Кин, и сегодня будет не совсем стандартный видос, потому что, когда только выходит сериал, многие делают на него обзор, как, в принципе, делаю и я. Кто-то обсуждает сериал по мере его выхода, как было, например, с Локи. Некоторые делают объяснение финала того или иного сериала, хотя, по сути, многие просто пересказывают то, что увидели, и ничего не добавляют. Я же хочу рассказать сегодня, почему вам стоит ждать сериал «Игрик. Последний мужчина». Более того, в конце видео я расскажу, чем закончится первый сезон данного сериала. Ну, а сейчас начинаем. Итак, я так думаю, что вы и слыхом не слыхивали, что в сентябре стартует сериал «Игрик. Последний мужчина». Если я прав, напишите в комментариях. Да, это и неудивительно, потому что новости о его создании поступали, ну уж очень давно, несколько лет назад. Я вообще думал, что его забросили на стадии идей. Кстати, ещё тогда, давно, когда поступили только первые слухи о создании сериала, я случайно наткнулся и приобрёл вот эту вот книжечку. Кто ж знал, что их пять. Но так с того момента и не открывал. Пока недавно, Хулу не выкатил трейлер, который, к слову, я ещё не смотрел. И хочу сделать это здесь, в формате реакта. Ну, а если прилетят жалобы за авторское право, то реакт я вырежу. Но разберу по отдельности, что я увидел в трейлере. А перед трейлером я предлагаю поговорить, о чём же вообще сериал «Игрик. Последний мужчина». «Игрик. Последний мужчина» основан на серии комиксов Брайана Уона и Пии Гуэры, издаваемых компанией Вертига с 2002 года. Сам комикс был вдохновлён одним из эпизодов сериала «Альфред Хичкок представляет». И повествует он о эпидемиологической катастрофе, произошедшей в мире, из-за которой на планете погибли все представители мужского пола. Как люди, так и животные. Исключениями стали только фокусник-эскопист Йорик Браун и его мартышка Амперсанд. И теперь ему и паре его новоиспечённых подруг предстоит выяснить, в чём дело и как выжить в матриархальном мире. Давайте честно, какие эмоции у вас вызвало это описание? Ну, судя по комментариям под трейлером в разных сообществах, многие думают, что нас ждёт гиперфеминистический уродец в духе Чёрного Рождества. Касательно сериала, возможно. Он ещё не вышел и ничего пока сказать не могу. Хотя вроде Хулу в зашкварных экранизациях мной замече не был, как тот же Netflix. Поэтому есть надежда. Ну а касательно комикса, что если вам скажу, что несмотря на наличие всего одного мужика и кучи сильных и независимых женщин, комикс антифеминистичен? Нет, там реально есть сильные и независимые, но адекватные женщины. А ещё есть амазонки. И знаете что, в отличие от того же Чёрного Рождества, тут не выставляют мужиков плохими. Ну не всех. А вот как раз эти амазонки не вызывают к себе ничего, кроме ненависти и кринжа. Ну а почему так? Амазонок, да, собственно говоря, потому что они прямым текстом заявляют, что мужской пеструн это уродство. А все мужчины сплошь тираны и угнетатели. И они должны были умереть уже давно. И ещё кое-что. Они, как ярые последователи амазонок, выжигают себе одну титьку. Мол, чтобы из лука стрелять было легче. Ну а забавно то, что даже женщины в мире комикса боятся сестёр амазонок, но всё же считают их отбитыми. То есть, по сути своей, Y, последний мужчина, это одна большая пост-ирония, показывающая мир, которым правят женщины, но при этом высмеивающие радикальных феминисток. К тому же комиксу очень играет на руку то, что он отметает очевидные вещи. Например, Юрик не чпокает всех направо и налево, а остаётся верен своей девушке. Но большинству женщин вокруг не особо-то и хочется чпокать Юрика. А одна, например, говорит прямым текстом. Ты не из тех парней, с кем бы я закрутила до эпидемии, так что тащить тебя в койку сейчас мне было бы западло. И я не могу сказать, понравится ли вам это произведение, но, как я и сказал, до выхода трейлера эта книжонка у меня просто валялась. Но с тех пор, как я её начал читать, я не могу оторваться. И вот уже читаю третью книгу. Теперь на доноры денег ещё на две. В общем, попробуйте сами почитать, может и понравится. Не зря же эта серия комиксов получила пять премий Эйснера и премию Хьюга. И в отличие от нынешнего Оскара, эти награды она получила ещё до 2010 года. Когда гонка современных трендов была ещё не так актуальна. И я вот вообще без зазрения совести скажу, что я стал реально фанатом этого комикса. И я очень надеюсь, что Хулу всё не засрёт и сможет нащупать ту тонкую грань пост-иронии, которая была здесь. И всё не скатится к тому, что все мужики плохие, а женщины хорошие. А ведь, как мне кажется, эту грань будет довольно сложно нащупать и показать так, чтобы никто не обиделся. Так что, Хулу, пожалуйста, не засри единственный сериал, который я сейчас действительно жду. Ну а теперь приступим к просмотру трейлера. Так, ладно, теперь пойдём по основным фрагментам. Хотя тут просто всё нарубили. Чё я могу узнать? Её не знаю. Возможно, просто левая мадам. Потому что на момент начала, если это девушка Йорика, то на момент начала комикса она в Австралии. Они вот до третьей книги ещё до сих пор не встретились. Вот на ней я акцент делаю, но я не пойму, кто это. Возможно, это сестра Йорика. Но тогда тоже разногласия с комиксами. Хотя нет, не разногласия, потому что нам не показывали её жизни до их встречи, скажем так. Без спойлеров. Собрание Йорик. Вот он, Йорик, сидит. Ну чё это за собрание? Непонятно. Так, ну это 3.5.5. Вот это мадам. 3.5.5. Это секретный... Агент секретного подразделения. Которая будет помогать Йорику. Мама Йорика. Имя, которое я забыл. Марта. Так, ну здесь ему поплохело. У меня интересный вариант, что вот это сестра Йорик. Хотя нет, у неё не было, по-моему, детей. Там мужики какие-то. Или мужик с мадам. Вот это я вот не понять не могу, кто. У неё погибли дети. Себастьян Стэн. Так, ну вот это мадам... Вот это сестра Йорика. 3.5.5. Все умирают. На самом деле всё выглядит довольно масштабно и красиво. То, что могу отметить. Вот эту мадам где-то видел, но не помню где. А вот это прям кадр из комикса. Там буквально на первых страницах же Йорик рассекает в респираторе, чтобы его женщины не узнали. И мартышка, которую он взял на передержку. Букавка ИГРИК. В комиксе тоже есть такой фрагмент. Так, правительство. На самом деле правительству не так много времени в комиксе уделяли. Там есть отдельные выбайки, но не прям, чтобы столько. 3.5.5. Это доктор МАН. Она типа по разработкам генетики и прочего. Так, супермаркет какой-то. Ну-ка. Майс прайс, макс. Может, вот это сёстры амазонки? Ну, пока что, я их не узнаю. Скорее всего, вот они. Драка, драка. Там постоянно кто-то дерётся и умирает. Я вот это не пойму, кто. Не могу вспомнить, чтобы я её там видел. Возможно, это Мирсвилль. Городок женщин. Но пока зарекаться не буду. Так, на каком-то пригорке стоит. Не знаю, что это. Ну-ка. А, это он со своей девушкой, скорее всего. Так, так, так. Йорик. Кстати, я сказал, что Йорик Эскапист. Это, короче, фокусник, который выбирается из всяких наручников, смирительных рубашек и прочего. Так, ну, вроде и всё. Так. Ну, не знаю, получилось ли у меня вставить именно что реакт. Но по фрагментам мы пробежали. И, в принципе, я хочу сказать, что всё выглядит довольно масштабно и красиво. Но всё очень быстро и динамично нарезано, что нихрена не понятно, что именно будет сюжетным составляющим. Я вот очень надеюсь, что они просто всё не засрут и не скатятся всё феминизм сплошной. Неадекватный, назовём его так. Ничего против адекватного феминизма я не имею. Но я против радикального. Так, сейчас будет немножко спойлеров, а именно, чем, возможно, закончится первый сезон сериала. Вообще, если всё пойдёт по первой книге, то идеальным финалом первого сезона как раз-таки будет её окончание. А всё закончилось в космосе. А если быть точнее, то в космосе есть ещё двое мужчин на станции, которых не коснулась эпидемия, и они остались живы. А вот как развернётся их судьба, ну, сразу скажу, будет небольшой слив сюжета. Но вы его узнаете только во втором сезоне. Ну, или в первом, если его сразу покажут. И чтобы было интереснее, давайте сделаем так. Если вы будете смотреть сериал, и первый сезон закончится так, как я и сказал, то вы вернётесь ко мне на канал, найдёте это видео и напишите об этом в комментариях. Ну и продолжение небольшой рубрики из жизни. Так, я уже говорил, что я потерял работу. Я уже нашёл работу, но сейчас я не могу делать те же видосы вечером, потому что сейчас я работаю с 9 утра до 12 ночи. Домой я добираюсь только где-то к часу. И всё, я досмотрел мою Геройскую Академию и переключился на Атаку Титанов, которую я уже тоже посмотрел. Единственное, что могу сказать, мне вот чё-то четвёртый сезон прям не особо нравится. Мне больше нравилось, когда это была локальная история, окружённая стенами. Сейчас, когда уже много всего, не знаю. Интересно, но мне лично уже не так. Да, я досмотрел до четвёртого сезона 16 серии и остановился. Теперь я смотрю второй сезон Ван Пачмана. В общем, в принципе, мне-то и сказать больше нечего. Всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Ну а в описании для вас я оставлю ссылки, по которым вы при желании можете поддержать канал. К тому же у меня скоро день рождения. А также я оставлю основную информацию о сериале и ссылки на мой инстаграм, вдруг кому интересно. И группу ВК, в которой мы выкладываем различные новости кино и сериалов. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам столько интересных сюжетов и увидимся в следующей серии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok